В общем, ребята, как я и говорил в прошлый раз, точка эта оказалась разбурена. Где-то там были поставлены веточки, тут уже сейчас стоит палатка, лунки, те, по которым я ходил, и еще тут дополнительно были забурены. Короче говоря, место распечатано, причем конкретно. Но тем не менее, сегодня понедельник, сегодня морозная погода, минус 22 градуса, ветра практически нету, и скорее всего его сегодня не будет. Погода, я бы сказал, окуневая. Посмотрим, будет ли у этого окуня настроение сегодня что-нибудь покушать. Лунки сегодня буду кормить мормушем, сухарем. Будем снимать подводные камеры, что происходит под льдом. Короче говоря, рыбалка обещает быть интересной. Вход опять пойдет без мотылки. Возможно, какие-то новые чертики, новые какие-то мормушки. Короче говоря, смотрите, будет интересно. Если в вашем регионе такой же сильный мороз, как и у нас, но есть желание хотя бы немного приглушить рыбацкий голод, то можно посетить самый большой магазин активного отдыха Технодром, который предлагает огромный ассортимент товаров для рыбалки, охоты, туризма и активного отдыха. Различная мототехника, снегоходы, толкачи и многое другое по самым вкусным ценам. По России действует бесплатная доставка, но самое главное, что сейчас действует новогодняя распродажа, и при этом вы можете сэкономить еще больше. Если заглянете в комментарии под этим видео, то вы найдете промокод на скидку 5%. Ссылку на сайт магазина вы найдете в описании под этим видео. Но если погода позволяет, то отправляйтесь на рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи. В общем, луночки забурил, 11 штук. На улице красота просто неимоверная. Не зря я сегодня поехал на рыбалку, прям вообще не зря. Погода, красота, ветра нету, морозно, дышится отлично. Сейчас будем лунки закармливать. Все как обычно, мормуш. И прикормка обычная, ну, сухари. В общем, прикормку я перевожу вот в таком вот тубусе из пенопласта. Обмотан он у меня автомобильным скотчем. Это я, кстати, посмотрел у своего товарища, Александра Копысова. У него тоже тубусы обмотаны таким скотчем. Классная штука, долго сохраняется нормальное состояние у таких вот пенопластовых контейнеров. Прикормка, ну, обычная прикормка. Ну и все, замешиваю прикормку в обычном пакете полиэтиленовом. И остатки, если остаются остатки, то переношу за пазухой в такую погоду. Вот, на тот случай, если надо будет докормить, приформочка за пазухой сохраняется в рассыпчатом состоянии, то есть не смерзается. Ну и все. А замешиваю прямо в пакетике. Ну и, в общем, прямо в кормушку загружаю одновременно и мормыша, немного, и сухой смеси. Вот и все. И на дно. Там, где в лунках много коряк, там кормлю не в дно, а приподнимаю кормушку где-то метр на полтора от дна. Если прям совсем на незнакомом месте ловлю, там, где рыбы никогда не видел и не ловил, тогда поднимаю кормушку еще лучше, чтобы прикормочное пятно было издалека видно. Ну как издалека, чтобы оно больше распространялось. Ложилось более широким ковром. Все, подождал немного. Отцентровалась кормушка и открыл. Вот и все. Прикормка пошла вниз. Итак, те сообщи все, 10 лунок. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас плавать под лунками. Интересное это дело. Подглядывать за рыбой. Камера Focus Fish. По качеству картинки самое лучшее, что есть сейчас на рынке. Начну я, в общем, как и в прошлый раз, с желтого кубика. Чтобы было получше камеру выставлять на него. Леска 0.1. Давайте попробуем поймать. Может, сорожка будет плевать. Винтермахом застывает. Мне кажется, сегодня на воде тут не 22, а все 25. Уж больно холодно. Хорошая поклевка была. Хорошая поклевка была. Так, вот, вижу, окунек пришел. Ага, идет, идет, идет. Промахнулся, видимо. Видимо, он промахнулся. О, сорожка идет, 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 идет. О! Есть. Вот он. Платфа. Сверный кубик. Ономальное. Видимо, настроение пожрать у него сегодня есть. Может быть, есть смысл прицепить желтый латунный шарик в меньшем размере. Его, вроде как, тоже должно быть нормально видно на камеру. Давайте попробуем. Все, готово. Поменял я сейчас опять мурмышку, потому что на желтый кубик явно лучше отзывается рыба. на желтый кубик, чем на латунный шарик. И это достаточно странно, потому что погода сегодня ясна. Обычно в такую погоду почти лет на золото. О! Ребята, лещ. Лещ пришел. Нифига себе. Та-та-да. На мурмышку на нашу идет, смотрите. Не захотел. Покушался, но не стал. Офигеть. Вот это кадр. Адреналин подскочил, конечно, сейчас сильно. Офигеть. Офигеть. Вот она. Вот она. Вот она. Сорожонка. Лещ-то хороший бурь. Такой прям упитанный красавец. Грамм, наверное, на 600-700 точно. Середная лунка с кораблем. Вот здесь у нас плавает окунь. Нормальный такой Вот он, пошел, пошел Вот он Есть Клюнул Красавчик Нормальный окунек Ну как Еще схватнул Вот на следующей лунке Также присутствует окунек Сейчас попробуем мы его Проймать Надеюсь, клинит Вот он Сразу же А это и бежал В перчатках, потому что Тасил, вот он, бежал О, окунь, окунь, окунь Давай, 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 давай Ать Хотел чуть-чуть прищепнуть, а она не клюнула Ну давайте тогда сделаем ход конем Окушок хороший Должен он клюнуть Поехали Давай, стартуй Давай, стартуй Есть Красавчик Красавчик, заинтересовался А потом на быструю проводку Мы его доловили Пойдет Пойдет Такое мне нравится Ну, в общем, приплыл к лунке Нормальный окунек Вот он Вот он Вот он Вот он Клюнул Зачет Зачет Хорош Хорош, гусь Отлично Классный окунек Приплыл к лунке Вот он Красавчик Ну, давай, 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 давай Давай, 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 давай Вот он Есть Кушок Этот Валился Вот же паразит Долго Тащил Поклюнул Сорожка Мелкая Клюнула Я уже думал, там Сик Все Ткнет Сорожка Лего Передил Ну, вот Пришел я снова На лунке Которые У берега И Увидел здесь То, что Вдалеке Проплывал Лещ Сорожки Сорожка Крутится Как-то Непонятно Видимо Она Приходит Он туда За дерево На Прикормочное Пятно А как только Подплывают Плоски Она оттуда Сваливает Потому, что Побаивается Вот Куда-то Он сейчас Уплыл Я пока Камеру Включал Нету Пока что Надеется Что сейчас Мормушку Засуну Туда И он Приплывет Увы Это Было Страшно В общем Решил я Взять Улочку Большим Ухомормушем Пойти Проверять Уже Лунки На наличие Крупных Окуней И лещей Без камеры А то Слишком муторно И холодно Сегодня Совсем С этим Передвигаться И Дело Окуня Окуня Окус Когда рыбачишь такой мороз, мухомору уши, конечно, надо оттаивать. Потому что от луки до луки, когда идешь, он превращается в ядышку. Пойдет. 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 Похоже на леща. Здорово, друг. На мормушь схватил как положено. Поклевка с приподъемом. Пойдет. 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 Все-таки присоседился. Мелкий. Пойдет. Хорошая Сорожка сегодня клюет Давай, Серега, похвастайся уловом Ну, слушай, нормально, чё ты? Да пойдет чё, ну вот этот вот, ну чё один Ну, хороший карась Такой грамм 450 есть Ну, понятно Ясно Слушай, ну пожарить пойдет Пойдет В общем, ребят, подошла сегодняшняя рыбалка к завершению Поймал рыбки я сегодня немного Однако, получилось немножко поснимать поведение рыбы под водой То, как она брала на мормышки Основной улов у меня сегодня был На сырный кубик На мою нимфу В цвете ручейник С сырным кубиком Я надеюсь, что такая рыбалка на безмотылку вам тоже нравится Как и мне Потому что такая рыбалка, это рыбалка трудовая Это не какое-то там Это не раздача рыбы Здесь надо сидеть, вытрясывать, проявлять Определенные черты характера Такие как упорство, вдумчивость Ну и Надежда на то, что все-таки Нет, нет, да скоро клюнет Хорошая рыба Вот именно это и Позволило мне сегодня поймать вот такую вот Небольшую кучку рыбы Всем спасибо за внимание Всем не хвастанье чешуи Берегите себя Всего вам крепкого здоровья Ну а у меня на этом все Всем пока